Класс птиц можно назвать вершиной эволюции. Это высокоразвитые животные, которые ходят на двух ногах, имеют интенсивный обмен веществ, крылья и клюв, прекрасно развитый головной мозг и сложные поведенческие черты. Именно среда обитания оказывает ключевое влияние на формирование особей. Представители этого класса разнообразны и удивительны. В этом выпуске вы увидите самых красивых и необычных птиц на нашей планете. А самое главное, в каждой из них есть какая-то уникальная особенность и вы узнаете много нового и удивительного. Друзья, а перед началом выпуска хотим напомнить, что скоро 8 марта и самое время подумать о подарках для милых дам. А чтобы вам не пришлось ломать голову, что подарить девушкам и женщинам, наши друзья из Яндекс.Маркета предоставили отличную подборочку подарков для дам. Все ссылки вы найдете в описании к ролику и закрепленном комментарии под ним. Блестящий кицаль. Ослепительная птичка является одной из самых знаковых птиц Южной Америки. Как и у большинства других видов птиц, ослепительный тональный рисунок самки кицаля не так поразителен, как у ее самца? Почему-то в мире птиц природа решила одаривать красотой именно самцов. Красота этой птицы, как в цвете, так и в стройности, породила миф о том, что это божественное существо. По этой причине астеки связывали эту птицу со своим богом кицалькоатлем. Священная ценность перьев этой птицы была настолько высока, что владеть ими могли только жрецы и высокие правители. В настоящее время Международный Союз Охраны Природы считает, что этот вид птиц находится под угрозой исчезновения. К несчастью для них, они являются объектом вожделения, а значит жертвами браконьерства и незаконного оборота среди любителей редких и экзотических животных. Но загвоздка в том, что ослепительный кицаль это не попугай. Он не может жить в неволе и обычно умирает вскоре после поимки. Голубоногая Олуша Эти необычные птицы обитают на Галапаготских островах, омываемых водами Тихого океана. Заостренные крылья, длинный клюв, взгляд орла – настоящие красавчики. Однако больше всего в их внешности привлекают внимание перепончатые лапы. Они у них голубые. Причем цвет варьируется от бледного бирюзового до насыщенного аквамаринового. Цвет лап напрямую связан с образом жизни птиц, точнее с их питанием. Олуши едят разноцветную рыбу, получая вместе с питательными веществами порцию пигментов, которые и окрашивают лапы в голубой цвет. Пигменты выступают еще в качестве стимуляторов иммунной функции птиц. Яркий и насыщенный цвет лап указывает на хорошее здоровье их владельца. Чем ярче лапы у самца, тем больше шансов на создание семейной пары. Блеклый голубой цвет лап абсолютно не привлекает самок, поскольку явно указывает на то, что их хозяин неважно себя чувствует. Но справедливости ради стоит отметить, что те же факторы имеют значение и для самца. Чем ярче будут окрашены лапы самки, тем более крупные яйца она сможет отложить. А это залог того, что выводок будет высшего сорта. Многие птицы, чтобы покорить самку, устраивают демонстрационные танцы. Олуши просто вальяжно вышагивают перед своей избранницей, демонстрируя лапы. Если самка отвечает взаимностью, то бросает своих подружек и идет навстречу кавалеру. А когда птицы сближаются, мило трутся своими клювами. Утки мандаринки. Необычная форма тела и яркая окраска придают ей особую привлекательность и выделяют среди множества других животных. Утку мандаринку считают одной из самых красивых уток мира. А такое интересное прозвище она получила из-за ее разноцветного оперения. Утка мандаринка весит всего от 400 до 700 грамм и живет только в Восточной Азии, в Китае, в некоторых регионах России, встречается в Японии, на Тайване и в Корее. Брачный наряд самца играет цветами радуги. Красная, зеленая, фиолетовая, белая и оранжевая окраска делает селезней как нарисованными. Такое брачное оперение самцы носят почти весь год с сентября по июль. Самки смотрятся изящнее, но их наряд не такой яркий. В отличие от других уток, утки мандаринки единственные гнездятся высоко на деревьях. Их дупла могут размещаться на 6-метровой высоте. Невероятно, но маленькие утята, которые по команде матери выпрыгивают из гнезда, остаются целыми и невредимыми. Для первых своих полетов они используют еще неразвитые крылья. Разноцветный расписной малюр. Птица из семейства малюровых. Встречается в большей части Австралии. Особенность этой красивой птички в том, как она ухаживает за самкой. А ухаживать самцы малюра умеют. Чего только стоит полет морским коньком с распущенным головным веером. Еще один удивительный прием – они дарят самкам лепестки цветов. Причем не лишь бы какие, а те, которые лучше остальных гармонируют с краской их оперения. Чаще всего это розовые лепестки, которые выделяются на фоне их расцветки. Лепестки являются частью процесса ухаживания и дарятся самкам на собственной территории самца. Вне сезона размножения самцы на чужих территориях иногда дарят лепестки самкам для привлечения их на свою территорию. А самое забавное, что расписные малюры являются социально-моногамными птицами. То есть выбирают одного партнера, с кем проводят всю жизнь, но при этом каждый из партнеров регулярно спаривается с другими особями. И большая часть птенцов появляется от самцов из чужих групп. Самцы при этом заботливые отцы и помогают растить даже своих незаконно рожденных птенцов. Снегири. Снегирь гордо носит звание зимней птицы. И на фоне зимней белизны эти птички особенно выделяются своей яркой раскраской. Эта ярко-грудая загадочная птичка появляется с приходом холодов и пропадает вместе с первой зеленью на деревьях. На самом деле это не совсем так. Многие предполагают, что снегирь любитель холода, так как чаще всего его можно встретить с наступлением зимы. Но это ошибочное суждение. Объяснение такому поведению простое. Летом пернатые гнездятся в густых кронах деревьев, подальше от городов и их просто сложно заметить. А в осенний-зимний сезон птицы кочуют в поисках корма, поэтому и появляются в городских парках, скверах и садах. Это певчая птица, принадлежащая к семейству вьюрковых отряда воробьинообразных. Самой ближайшей роднёй снегиря являются широко распространённые в природе щеглы и зяблики. Взрослые представители рода преимущественно растительноядные и предпочитают питаться семенами и плодами трав, кустарников и деревьев. Излюбленное лакомство снегиря – ягоды, черёмухи, калины и рябины. Но едят они их не целиком. Своим крепким клювом достают только семена, а мякоть выбрасывают. Королевский венциносный мухоед. Такое название птица получила за ярко-красный хохолок, раскрывающийся в самые важные моменты его жизни как карнавальный наряд. Обитает по берегам реки Амазонки в густых лесах Бразилии, Боливии, Эквадора и Перу. Начало брачного сезона – хорошая возможность показать себя во всей красе. В борьбе за самку или отстаивая территорию перед соперниками. Самцы Амазонского венциносного мухоеда разворачивают свои веера-короны, гордо демонстрируя алые, голубые и черные перья. Самки тоже не остались без переливающихся на солнце корон. Только на месте красных перьев у них желтые. Самки Амазонского венциносного мухоеда в одиночку сооружают гигантские двухметровые гнезда, свисающие над тенистым ручьем. Чтобы защитить потомство от хищников, будущие имамы подвешивают гнезда к прочной ветке на высоте от 2 до 6 метров над водой. Отложив два яйца, они сами их высиживают и сами же добывают корм для вылупившихся птенцов. Райские птицы обитают в Новой Гвинее, где насчитывается 45 видов райских птичек, которые выделяются от своих сородичей, непередаваемой яркостью оперения и привлекательным окрасом. Есть виды с фантастическим многообразием оттенков и форм. Самки этих птиц изобрели чрезвычайно причудливый способ выкармливания своих птенцов. Поймав насекомое или земляного червя, они усаживаются на ветку выше, нависающую над гнездом, и оттуда скидывают добычу в открытые клювики птенцов. Естественно, хватают ее только самые проворные птенцы, все остальные заведомо обречены на голодную смерть. Это странное упражнение так прочно отпечатывается в памяти уцелевших птенцов, что даже став уже взрослыми, они подбрасывают пищу в воздух и хватают ее на лету, а уж затем проглатывают. Столь яркое и броское оперение необходимо самцам во время длинных и очень сложных брачных ритуалов, в частности для особого танца, который они исполняют, предварительно выбрав подходящее местечко. Самка же с интересом наблюдает за этим танцем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Пишите ваши комментарии, какая птичка в этом выпуске вас удивила и впечатлила больше всего. А мы пошли готовить для вас новое видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»